Добрый день! Тема сегодняшнего видео тюнинг сайги с длинным вариантом ствола. Мы перед собой ставим две фундаментальные задачи. Первая показать как можно больше разных компоновок под разный бюджет, от бюджетной до профессиональной, под разные задачи, покажем максимальный возможный охват вариантов. И вторая задача, она будет вишенкой на торте сегодняшнего видео, это мы продемонстрируем прибор комбинированный перст-лидер в его финальной версии, который уже встанет на этот карабин, и на нем мы будем уже стрелять на практике в новых видео. Меня зовут Анастасия, Дмитрий, добрый день! Добрый день! Ну что же, начнем? Начнем! Карабин приобретен, разрешение получено, и наступает самое интересное время тюнинга. Начнем? Я предлагаю. Сейчас у нас он в штатной компоновке. Мы будем взвешивать каждый из вариантов, который мы будем сегодня рассматривать. И начнем со штатного варианта. Сколько этот карабин весят в штатном обвесе? 3 килограмма 354 грамма. Зафиксировали. Итак, с чего же начнем мы тюнинг? Условно тюнинг можно разделить на две большие подгруппы. Первое – это элементы, которые улучшают эргономику, делая его удобнее. А вторые элементы предназначены для размещения на нем дополнительного оборудования. С чего же мы начнем? Я думаю, можно сделать чуть-чуть поудобнее сразу же. Удобство всегда важно. Обязательно. С моей точки зрения. Стоит установить пистолетную рукоятку. У нас есть два варианта. РК-3 и РК-9. Какая лучше? Это вам решать. Я выбираю РК-9. Она более удобна для моей руки. Ну и кроме этого, здесь есть отличный отсек, в котором можно хранить, собственно, все, что угодно. Но РК-3 тоже удобная рукоятка. Вопрос в руке человека. Дмитрий выбрал РК-9 под свою руку. Под другие руки может быть удобнее РК-3. Так что решать вам. Ставим. Ставим. Здесь и далее мы сократим часть непосредственно установкой, иначе видео получится очень длинным. И сфокусируем наше внимание на компоновках, их достоинствах и массе. РК-9 установлено. Но это были первые более эргономические изменения. Пока что мы не касались вопросов установки дополнительного оборудования. Первое из дополнительного оборудования, что может потребоваться стрелкой, это что? Я предлагаю начать с коллиматорного прицела. Конечно, тренировка с механики важна, но коллиматорный прицел позволяет стрелять быстрее, в том числе в условиях ограниченной видимости. Самый простой и бюджетный вариант – это использование кронштейна B-13. Сейчас некуда ставить коллиматорный прицел, да, нужно сформировать для него посадочное место. Кстати, про установку B-13 я снимала отдельное видео. Кронштейн B-13 обладает хорошей повторяемостью. Он достаточно жесткий для того, чтобы использовать тяжелые прицелы, как тепловизоры, ночники и тому подобное. Я предлагаю, пока у нас есть компоновка с B-13, сравнить ее с вариантом, который был штатный. Итак, на САЙГУ установлен B-13 и рукоятка заменена на РК-9. 3 килограмма 574 грамма. Продолжаем. Сейчас установим коллиматорный прицел «Взор-1» на быстросъемной платформе. Прицел установлен. Недостаток этой конструкции заключается в том, что я не могу полноценно сложить приклад. Но это касается не только кронштейна B-13, правильно я понимаю? Да. Кроме этого, эта конструкция завершенная. Больше ничего поставить я не могу. Наверное, за исключением только фонаря. Лазер в это место ставить не следует, потому что лазер требует более жесткой посадочной точки. А пластиковый вивер обладает не самой лучшей фиксацией. Кроме того, вся конструкция цевья имеет ощутимый люфт. Значит, следующим этапом будем ставить цевьё? Нет. Нет? Эту концепцию можно завершить, поставив вместо штатного приклада приклад ПТ-1 или ПТ-3. Например, мне нравится приклад ПТ-1. Но в концепции с ПТ-1 есть очень существенное преимущество. ПТ-1 вместе с B-13 складывается с фиксацией. Приклад ПТ-1 установлен. Мы использовали вариант с узким затыльником. Их, кстати, два в комплект входят. Какой комфортнее стрелку. Конечно, узкий. Ну что же, взвесим. Да, взвесим теперь эту компоновку. 3 килограмма 672 грамма. И продемонстрируем преимущество. Приклад, который полностью складывается с установленным боковым кронштейном B-13. И при этом фиксируется. И плюс мы получаем полностью регулируемый приклад. С регулируемый. Хочу обратить на это внимание, кстати, пользователей. Потому что задают такой вопрос. Здесь есть эксцентрик. Для регулировки длины приклада необходим эксцентрик поднять. А дальше в самом эксцентрике есть кнопочка. Ее надо нажать и вытянуть. Тогда оно вытягивается легко. И без трудностей. Удивительно. Нажимайте на кнопочку. Читайте инструкцию. Да, да, да. Кроме регулировки по длине, приклад регулируется в затыльник по высоте и также щека. Продолжаем двигаться дальше. Что же делать тем стрелкам, у кого на карабинах и автоматах нет бокового кронштейна? Либо, если есть необходимость, установки дополнительного оборудования, а не только фонаря. Я предлагаю поставить цевьё. Да, мы поставим цевьё B10L, причём тоже очень интересная особенность на тему пластика и металла. Наше цевьё B10L легче штатного. Мы только что взвешивали эту компоновку со штатным цевьём. Мы сейчас заменим штатное цевьё на B10L. И вы сами убедитесь, что стало легче. Меняем? Меняем. Так, отлично. Сравниваем. Да. Мы взвешивали со штатным цевьём. Теперь та же компоновка, но с B10L. 3 килограмма 595 граммов. Сейчас параллельно выведем на экран кадр предыдущий. Вы наглядно видите, что с B10L получилось легче. Здесь сделаю дополнение. Внимательный зритель может спросить. В первом варианте вы взвешивали с шомполом, а во втором варианте без шомпола. Действительно, шомпол отдельно взвесить забыли. Сейчас-то исправлю. Масса шомпола составляет 58 граммов. При этом масса штатного цевья 106 граммов и масса B10L 87 граммов. Всё верно. Так и написано. Соответственно, если бы мы взвешивали первый вариант и сняли бы шомпол, то разница бы составила 19 граммов. А, соответственно, с учётом шомпола разница составила 77 граммов. И, наконец, для совсем внимательных, если вы спросите, например, вот в первом варианте, мы делали компоновку с фонарём клещ-1, установленным на цевьё. Мы говорили о целесообразности установки фонаря. Если бы мы захотели повторить эту компоновку и поставить клещ-1, нам бы потребовалось сформировать планку пикатинни на цевье. Для этого бы мы взяли кронштейн B2L, который весит 10 граммов. И даже если бы мы добавили 10 граммов к массе, всё равно бы было легче. При этом у нас теперь жёсткое место посадки, куда можно устанавливать теперь в том числе и лазерные целеуказатели. Здесь с трёх сторон направляющий базис в любом удобном месте. Можно сформировать планку пикатинни, где вам удобно. Есть дополнительные кронштейны разной длины. Можно также антабку установить, упор и другое опорудование, совместимое с базисом. Кнопки, например. У нас очень широкий ассортимент. Ну и дополнительно, цевьё очень эргономичное. По моему скромному мнению, оно удобнее штатного. Кроме того, оно выполняет роль радиатора и лучше охлаждает ствол. Что дальше? Мы снимаем B13 и далее... То есть этот вариант мы рассмотрели. Далее будет устанавливаться дополнительное оборудование где? Самый простой вариант. Мы используем цевьё в качестве базиса. Самый простой вариант дальнейший – это использование планки B22. Кронштейны B22, которые мы ставим на цевьё над целиком. Его преимущество в том, что механические прицельные приспособления видны. Сейчас предлагаю снова взвесить. Я предлагаю закрыть. Это да, это важно. Отлично. Мы взвешиваем. 3 килограмма 468 граммов. Мы производим взвешивание без коллиматорного прицела, чтобы во всех вариантах было адекватное сравнение. Потому что штатный он тоже был без дополнительного оборудования. Мы сравниваем массу именно тюнинга. Мы ставим коллиматорный прицел. Он находится над целиком. При этом у меня остаются видимые механические прицельные приспособления. Эта концепция позволяет достаточно легко и быстро пристрелять коллиматорный прицел. Но любая конструкция имеет свою особенность. Недостатками это назвать сложно. Это именно особенности конструкции. Здесь можно расположить прицел достаточно легкий и негабаритный. Ни о каких ночных и теплоизоляционных прицелах речи, конечно, не идет. Двигаемся дальше. Да. На цевьё сверху можно установить кронштейн B19N. Есть вообще два варианта. B19 с полноразмерной верхней планкой Пикатинни. И B19N с заниженной. Попробуем такой вариант. Да. И также вы снимаете B22. Соответственно, на его место мы будем устанавливать крышку ствольной коробки B33. Правильно я понимаю? Мы начнем действовать поэтапно. В начале я предлагаю разместить коллиматорный прицел на накладке на газовой трубке. Кронштейни B19N. И у этого расположения тоже есть свои интересные особенности. Мы сейчас поставим и поясним их. А потом перейдем к крышке B33. И у нас пойдут более обширные варианты. Мы установили B19N. Предлагаю снова взвешивание. 3 килограмма 455 грамм. Еще легче. Расскажите особенность этой компоновки. Что мы можем сделать? Итак, коллиматорный прицел устанавливается непосредственно на накладку на газовую трубку. Мы сейчас взяли взор 1 с платформой небыстросъемной PN1. Она чуть пониже. Соответственно, так и расшифровывается. PN платформа низкая. И это позволяет также видеть через поле прицела механические прицельные приспособления. Здорово. На быстросъеме все-таки немного не видно. Поэтому, если вы хотите использовать механику, это очень хороший способ. Из всех платформ для обзора 1, PN1 как раз самая-самая низкая. Кроме этого, это расположение также поможет сотрудникам, которые, я уверен, нас смотрят. Данное положение коллиматорного прицела называется по-скаутовски, либо по-пионерски. Оно позволяет работать в стесненных условиях, например, из салона автомобиля. Для обычных стрелков эта концепция также дает еще одно преимущество. Я могу поставить кронштейн B13. А на него тепловизор? Да. Давайте поставим тепловизор. Он у нас есть. Для примера. Как вы видите, коллиматорный прицел не перекрывает поле тепловизора. Вы можете использовать дополнительное оборудование на кронштейне B13, не снимая штатный коллиматорный прицел. Такая особенность. Очень интересная компоновка получилась. И при этом складывается с фиксацией. Переходим к следующей компоновке. Я уже упомянула крышку B33. Предлагаю ее установить. Отлично. Крышка также обладает хорошей повторяемостью и также позволяет ставить тяжелые прицелы. Ставим? Да. У крышки четыре точки фиксации. То есть это форма треугольная пирамида. Очень жесткая фигура. Соответственно, одна точка фиксации, вторая, третья и четвертая. Очень хорошо держит СТП. Хорошо. Ну что же, взвесим? Взвешиваем. С крышкой B33 получается 3 килограмма 535 грамм. Соответственно, от коллиматоров ЗОР-1 ставится легко. Да, механика перекрыта, но при этом у меня гораздо больше возможностей с различными видами прицелов. Начиная от коллиматоров, заканчивая тепловизионными, ночными и так далее. Можно ставить магниферы, все, что необходимо для выполнения поставленных задач. Кроме этого, у нас освобождается планка B19N. И сюда можно поставить также дополнительное оборудование. Например, прицельные лазерные комплексы типа перст. И, кстати, у ЗОР-1 есть большой выбор различных платформ. Существуют также платформы, с которыми механика даже в этой позиции будет открыта. Теперь мы перейдем к длинным вариантам цевья. То есть, это был короткий вариант, по длине такой же, как штатная. Есть и более длинные варианты. Вообще, в чем преимущество длинных цевей? Преимущество длинных цевей в том, что они закрывают ствол и газоотвод, тем самым позволяя использовать более длинный хват. При этом у меня получается больше места для установки различного типа оборудования. Да, эта концепция немного тяжелее, но каждый стрелок делает оружие идеальным для себя и для тех задач, которые он ставит перед этим оружием. И вариантов достаточно много. Если говорить о длинных, то длина тоже может варьироваться. Например, я сейчас буду останавливаться на цевьях, в которые входит цевьё B10L, как составная часть. Это комплекты спорт. Есть также варианты целиковых длинных цевей B30, B30U. Сегодня мы их не рассматриваем, но они тоже существуют, они здесь совместимы. Есть вариант спорт 1, примерно такой длины. Есть чуть-чуть подлиннее спорт 4 и самый длинный комплект лидер. Мы установим сегодня комплект лидер, чтобы установить туда припор комбинированный перст лидер. А варианты со спортом 1 и со спортом 4 мы просто взвесим. Для этого снимем B19N. Спорт 1 будет включать себя в верхний кронштейн B31L. Дополнительную переднюю насадку DL1. Также сбоку будет идти стяжка. Потребуются также винты. Взвесим вариант со спортом 1. Добавляем верхний кронштейн, добавляем насадку, добавляем стяжку и винты. Получается 3 килограмма 637 граммов. Это был спорт 1. Теперь же спорт 4, чуть-чуть подлиннее. Убираю эти элементы. В спорт 4 тоже входит верхний кронштейн. Да, есть дополнительная насадка, есть стяжка и комплект винтов. 3 килограмма 680 граммов. И переходим к самому длинному варианту. Его мы уже установим. Это комплект лидер до передней стойки мушки. Мы установили комплект лидер. Давайте снова взвесим. 3 килограмма 743 грамма. Ну что же, наш карабин готов для установки перста лидера. Это устройство 4 в 1, видимый фонарь, инфракрасный фонарь, видимый ЛЦУ, инфракрасный ЛЦУ. Все в одном корпусе, и этот корпус интегрируется внутрь тюнинга, то есть становится единым целым с комплектом лидер. Когда все максимально интегрировано, максимально эргономично, тут очень удобная кнопка. При этом, если кому-то неудобно использовать кнопку, расположенную сверху, можно использовать выносную кнопку. Она также входит в комплект. И также интересная особенность этого изделия, что использованием совместно с комплектом лидер его функционал не ограничивается. Сюда в комплект входит дополнительная платформа, быстросъемная, при помощи которой перст лидер можно установить на любой карабин, где есть планка Пикатинни. Очень многофункциональное устройство. Мы все это проверим и постреляем. Обязательно. А сейчас поставим его сюда. Да, да. Он крепится при помощи четырех винтов. Для этого нам придется снять верхнюю часть. По результатам испытаний мы немного обновили корпус. Теперь выбор режимов имеет очень удобный рычажок, а регулировка яркости превратилась в две кнопки. Оказалось, что кнопками удобнее в данной концепции. В правую сторону невидимые режимы, в левую сторону видимые режимы. Отлично. Так, все мы поставили. Да, надо взвесить. Может, коллиматор сразу же появится? Нет. Хорошо. Четыре килограмма сорок грамм. При этом обращаю ваше внимание, что устройство не перекрывает прицельные приспособления. А именно, поле коллиматорного прицела позволяет мне достаточно легко оперировать им. Конструкция практически завершена. Я бы добавил еще маленький нюанс. Это заменить штатный дульный тормоз компенсатора на... Есть несколько вариантов. Можно использовать дульный тормоз компенсатор для компенсации подброса ствола, снижения отдачи. И можно установить устройство ТИНЬ. Я предлагаю оба варианта проверить. У нас здесь есть дульный тормоз компенсатор ДТК-2. Можно установить и ДТК-1. У ДТК-1 на конце корона. Здесь короны нет. Более компактный вариант. Предлагаю взвесить. Единственное, мы проводили взвешивание без коллиматора. Для чистоты эксперимента с теми же условиями. 4 килограмма и 36 граммов. Кстати, на 4 грамма легче, чем предыдущая концепция. Я даже почувствовал. Установили изделие ТИНЬ-1. Тоже взвешиваем. 4 килограмма и 412 граммов. Понятно, что с дульным устройством, с дульной насадкой будет тяжелее. Но тут идет решение других задач. Ну и финальное взвешивание. 4 килограмма и 571 грамм. А еще можно поставить рукоятку перезарядки. Ну, давайте поставим. Немного удобства, никогда не помешает. Я предлагаю сделать финальное взвешивание. Да, да. Даже весы чуть-чуть устали, пока мы взвешивали. Пришлось ставить на зарядку. 4 килограмма и 588 граммов. Максимально обширная компоновка. Как видите, мы взвесили очень много вариантов сегодня, чтобы показать все возможные компоновки. Сколько это весит, какие у них преимущества, чем они отличаются. Сейчас у нас максимальная топовая компоновка. В ней есть все. В ней удобное цевьё, очень эргономичное, в которую интегрирован прибор комбинированный перс-лидер, в котором 4 в 1. Есть коллиматорный прицел, приклад регулируемый, удобная рукоятка РК-9. Мы установили рукоятку перезарядки РП-1 для также повышения комфорта. Установлена дульная насадка Тень-1. С ней стрелять гораздо комфортнее, чем без неё. Остаётся только пострелять. Хочется увидеть это дело на практике. В ближайшее время мы предоставим эту возможность этому карабину. Ждём с нетерпением. До новых встреч. Все изделия, которые мы сегодня продемонстрировали, можно приобрести в нашем интернет-магазине zenitka.ru, а также у официальных партнёров. Список официальных партнёров перечислен на сайте zenitka.ru в разделе «Партнёры». Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, подписывайтесь на наши каналы. Мы выкладываем эти видео на Ютубе, на Рутюбе, во Вконтакте. У нас также есть группа в Телеграме. Там публикуются наши новости. Так что подписывайтесь на нас. И остаёмся на связи. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова